Привет-привет! Сентя заглянула ко мне на канал, в группу, где вы видео-то смотрите. Скорее, скорее. Только пришла со СДЭКа, скорее снимать, потому что ждала пару дней уже этим заказом. Хоть шли они достаточно быстро, но такие нужны две посылки, которые дополняют друг друга. Первая, вы видите, Яна Седышева. И вот ещё такая в этот раз хомячок, наверное, да? Девчонка. Это всё мне. Хомяку сейчас. Так, а вторая я хочу очень открыть, потому что есть ощущение, что они просто там в пакете, а там должны быть подушечки, вот, от момента. Это опять в Совушке Славе я заказала. Думала-думала, поняла, что хочу. Единственное, что я не посмотрела на цены. Видите, уже 295 рублей. В прошлый раз видео было из Совушки Славе. Может, ещё нет свет включить, что ли? И там были они по скидке по 235 рублей. В этот раз тоже была скидка, поэтому я даже не обратила внимание на цену. 200 с чем-то там, и не помню, да? А оказывается, цена всё-таки выросла, или скидка уменьшилась, кто знает что. Вот. И, ну ладно уж, всё равно в закупке они дороже, чем 300 рублей. Это в закупках, а в наличии где-то в магазинах, и там подавно. Ну, я и говорю, они просто так в пакете. Сейчас буду смотреть, ничего не лопнуло, потому что из ДЭК обычно расстраивает своей доставкой, своей аккуратностью. Мне вот чаще сломанные и помятые посылки приходят из ДЭКа, чем с почты. Не знаю, почему так, но вот так. И почему-то вот Совушку Славе даже не упаковали нормально. Не знаю, хотя бы какой-то, ну нет коробки, картоном бы провернули. Надо смотреть, не лопнутые ли крышечки. Я нашла выкрасы от Момента. У них на сайте официальном есть вся серия, типа как у Дистресса, да, есть их подушечки. По названиям так и здесь. Все тоже нашла. Поэтому сейчас вот эти вот я ждала, когда придут, себе отмечу их. И всё, у меня будет табличка, какие у меня есть подушки, каких нет. Ещё мне нравятся подушки от Момента. Это всем нравится ценой, нравится формой, нравится, что они в принципе долго держатся, потому что у меня есть старые, но которые всё хорошо ещё штампуют, всё ещё свежие, мокрые. И нравится их цветовая палитра. У них достаточно много оттенков и цветов. Вот, ну вроде все. Так, так, вот это мне кажется... Нет, у меня другой, наверное, синий. Надо сравнивать ещё. Десять штук подушечек я взяла. Получается на 2950 рублей, на 10, да, 10 подушечек. И доставка ещё была что-то не дёшево, даже 400 рублей, что ли. Вот такое. Так, ну, от Яны тут у меня заказ, который как раз для подушечек момента, потому что у меня те подушечки... Сейчас покажу, как хранятся. Вот так в коробке они хранятся. Тут выкрасы, тут вот дистрессы. Я, кстати, ещё второй такой кейс жду туда, положу дистрессы. Может быть, ещё один закажу. И вот так они у меня все свалены здесь валяются. Это безумно неудобно, неудобно искать. Это некрасиво, оно туда-сюда, коробка, так мне не вылезает боком, поэтому оно всё переворачивается. Ну, в общем, это вообще не то. И я решила, что мне всё-таки нужен-нужен систему хранения от Яны Седыши для конкретно моментовских подушечек. Ну и заодно мне нужно было для оксайдов стеллажики, потому что закончились. Да, у меня сейчас три оксайда без домика живут. Бездомные три оксайда, надо их поместить. В общем, вы поняли. Я больная до подушек. Сейчас я бумагу не покупаю, потому что у меня бумага есть от Тримлайт, и я в дизайн-команде. И поэтому я сосредоточила своё внимание на штампах и на подушечках. Основные статьи расхода у меня сейчас. Яна опять... Ой, как-то сильно запаковала. Сейчас я все ногти переломаю. Вот так, что ли? Так, и вот так, и... О, открытка от Яны. Какая красота, крутота. Как здорово. Яна, так приятно. Спасибо большое. Привет, привет, Яна. Яна вообще мастер стиля кассы. Она обожает этот стиль. У неё разные направления, уроки. Кстати, в группе, собственно, с инструментами от Яны Седышева. У неё есть там видео. И бесплатные мастер-классы довольно много по штампингу, по ножам, по открыткам, и не только в стиле кассы. Поэтому обратите внимание не только как на группу с инструментами, но и там есть много полезного у Яны. Так, попозже почитаю. Сейчас уберу сразу. Так, вот стеллаж. Здесь тряс-раз. Стеллаж здесь тряс-раз. Так, и я смотрю, я на мне ещё подарочек положила. Я, на самом деле, сейчас ещё в дизайн-команде у Яны Седышева. Вот. Вот я заказала такую крутилку. Мой любимый формат. У меня для пудр крутилка. И вот теперь для... Будет, ну, собственно, этих... Штемпельных подушек цыкнека пять уровней. Кателек. Шуршит. Сейчас всё достану. Так, здесь она мне ещё положила, писала. Мы с ней обсуждали. Такой вот фон она печатала. Я сам, блин, только он помялся чуть-чуть. Ну, ладно. Всё равно буду использовать. Я хотела такой штамп. Штамп такой хотела. Она мне на плотере распечатала. Ну, на себе печатала, и мне тоже спечатала. Так. И здесь подарочки она не положила. Яна зачем-то не положила этот штук. Я не делаю цветы. Ну, правда. Надеюсь, я никогда не буду их делать, потому что это адский труд, и это отдельный вид творчества. Я не знаю. Для чего? Красоты? Может быть, только. Так. И вот здесь ведомость, что стоят и всякие блестяшки. Яна, наверное, эти блестяшки заказывает тоннами, потому что в каждой посылке они есть. Так. Эта штука специальная, чтобы делать цветочки, я так поняла. Это ведь до цветочков. Туда мы вставляем тычинки и делаем форму цветочка побольше, поменьше, раскрываемость. А вот это мотовильцы, как-то так называется, для создания различных кисточек или помпошек. Вот. Два размера. Поменьше, побольше. Вот мотовильцем буду пользоваться. Обязательно. Вот эту штуку не знаю. Так. Это мой заказ. Ну, я, как говорю, я у Яны в дизайн-команде, поэтому нам быть к нам, к дизайнерам, к заказам, еще какие-то штучки прикладывать на пробу. Так. Это, ну, это стандартные моих стеллажек. У меня уже восемь. Это девятый и десятый. Еще у меня два для архивалов. Стеллажки. Стеллажки сейчас... Какую цену я не знаю, тут со скидкой или нет. У нас есть дизайнерская же скидка. Здесь, наверное, 621, наверное, без скидки. 621. Один. А вот держатель. Вот этот не дешевый. Не дешевый. Но он на 40 подушек сразу, поэтому, в принципе, наверное, на все подушки хватит. Даже с запасом 2800 стоит такой держатель. Давайте его скорее открывать. Вот. Вот такая красота. Так, сейчас я проверю, все ли тут идет. Стеллка у меня, как я говорила, есть для пудр. Может быть, я здесь прикреплю рилс, который я снимала для группы Яны. Так, здесь получается 5 уровней. Наверное, да, по 8 штук. Да, вот 40 подушечек. Есть еще на 24 подушки такая крутилка. Но я решила уже, знаете, я максималист, люблю все большое и больше количества. Поэтому взяла сразу побольше, чтобы потом... Она, кстати, даже, мне кажется, поменьше, чем для пудр. Ну-ка, сейчас сравним. Да, вот такая для пудр. А вот такая вот. Видите, даже пудра не падает для подушечек. Вот идут классные крутилки. Прикольные. Так, как это работает? Ну, где мои уже открытые подушки? Так, это у меня серия Бриллианс с ножками. А это тоже с ножками. Они так и должны не влазить. А, простите, надо было кверх ногами. Вот так все правильно. Вот, кверх ногами как раз вот здесь держится. Единственное, что номера тогда будут вверх ногами, да? На них, потому что здесь есть артикулы. Ну, им особо я, конечно, не пользуюсь, артикулами. Хотя нет, наверное, я все-таки пишу в эти. Будут, когда я пишу? Нет, я здесь по названиям пишу. Да, артикулы не пишу. Вот, собственно, вот так они будут храниться. Сейчас посмотрю на средних стеллажах, как это будет выглядеть. Вот так. И вот так. Так, вот так держится. И, получается, вынимается вот так. Я, может быть, здесь прикреплю видео, когда я не сверху снимаю с телефона, как это выглядит, когда вынимаешь подушечку. Вообще классно. Все видно, видите, хорошо у них сразу есть свои выкрасы. Ну, в принципе, они соответствуют. Чем мне еще нравится моменты, что они соответствуют подушкам. Вот она у меня. Любовное письмо. Письмо любви. Вот она. Почти-почти идентичная. Потому что бывают оксайды, либо дистрессы от рейнджер, да, они прям резко совершенно другие. Вот просто. Не рядом не стояло. Так, ну и что? Дальше будет скучный тест подушек. для вас скучный, для меня веселый, потому что я очень хочу уже завести это все в каталоге и скорее приступить потом к многослойному штампингу, потому что оттенков у меня сейчас прибавится. Так, надо приготовить влажные салфетки. Коробки, коробки. Ой, я сейчас такая в предвкушении. Сегодня пятница у нас, вечер. впереди выходные, особенно на выходных я какие-то планы по работе не делаю, потому что все-таки семья дома, что-то такое. И поэтому я буду вот себя семантизировать. Я разложу свои оксайды в новые стеллажики, разложу вот момента в новую крутилку, можно будет потестить. Такое вот предвкушение, когда все-все семантизируешь. Так, в этот раз я взяла две зеленых, оранжевую, розовую, какой-нибудь. В общем, все, которые были в совушке Славии, но не, которых у меня не было, все забрала. Вот, но там еще остались на самом деле подушечки немного, но есть, и цена, видите, 295 рублей. В закупке сейчас, по-моему, 330-340, это в закупках, а где-то, если в наличии в магазинах, то еще дороже. Так, фиолетовые, голубые, коричнево-серые. Вот так я по... Ну, вот раз у меня розовые здесь рядом, посмотрю сейчас, могут, конечно, пересекаться. У меня, видите, ярких розовых много, но, в принципе, они все разные. А вот бледных нет. Здесь у меня нет оксайдов, у меня здесь только инки. Соответственно, какие есть у меня Момента, My Favorite Things, Altenew подушки, где-то вот даже с этой, с олененком. Вот, еще какие-то цукинека есть, пробные варианты. Ну, вот, я хочу со временем все-таки остановиться вот на оксайдах и на моментовских. Остальные, я, может быть, сниму видео про подушки, свое мнение, покажу, какие разные-разные бывают подушки, потому что у меня сейчас очень много видов разных производителей подушек. Вот, и после этого видео я, наверное, часть какая-то у меня, которая повторяется, либо которая у меня не формат, я распродам куда-то. Так, этот цвет, вот, 400, МД-400. Я, кстати, вот здесь прикреплю какие есть выкрасы. Я, на самом деле, думала, что у них больше оттенков, но нет. Как-то мне казалось, ближе, больше элементов, цветов. Мне казалось, так много подушек. На самом деле, наверное, по количеству столько же, сколько и в линейке оксайдов и дистрессов. Но все-таки оксайды и дистрессы, они пополняются. А вот моменты, не знаю, там, мне кажется, раз в год Тим Хольц выпускает какую-то новую линейку цвета. Там он и в спреях, он и в оксайдах, в инках, и в каких-то набрызгах, и в заправках. Чего там у них еще есть? В общем, вся линейка продукции красочной в этом цвете выходит от Тим Хольца. Вот так уже прибавился Lost Shadow. Еще какой-то цвет при мне уже прибавился, когда следила я за этим. Мне кажется, черный какой-то, Black Smooth, что-то такое. Так, это Rose Bud. Bud, не знаю, что такое Bud. Так, чем мне нравятся подушечки? Во-первых, формы. У них можно, например, часть что-то потонировать, вот этой узкой частью. Во-вторых, они как бы фетр, а сверху еще такая тканевая основа. Такие подушечки, по моему опыту, они реже высыхают. Вот эти были от Chao Bella, они у меня продержались 4 месяца, и все, их я даже не смогла реанимировать с помощью вот такого спрея. Ну, я его только заказала, попробовала, пока ничего. Кстати, вот эту вот я пыталась реанимировать, но она чуть лучше стала. Но это у меня самая первая моя черная подушечка. Вот видите, в принципе, печатает. И в чем ее проблема? Она еще высохла тем, что она лопнула у меня вот здесь. Вот видите, лопена, и поэтому она высыхает. Надо ее обратно как-то подавить. Вот, я ее оставила только на тот случай, когда надо тонировать что-то черным, но не сильно, чтобы был большой жирный оттиск, так чуть-чуть черным припылить. И на этот случай она у меня есть, вот на ней тестировала вот этот вот спрей. Ну, пока не поняла особо. Он какой-то такой жирный, масляный, основа, похож на дабер. Вот на дабер очень похож, по структуре может быть чуть-чуть погуще. Не знаю, вот мне девочки посоветовали. Так, где мой штампик? Это у меня луна тут. И штампуем мою луну. Потом подпишу все. Цвета у меня сегодня не пересекаются. Жирненькая, все хорошо. Вот. Вот с этим похоже от My Favorite Things Popping Pink, но мне кажется, этот посветлее. Посветлее. Я знаю, я вас уже замучила этим видео про подушечки. Ну, такой у меня период, понимаете? На тот период был у меня. Я скупала всякие гранжевые штуки, металюшки, краски, микс-медийные. Потом я еще скупала, ну, всегда я скупала всякую бумагу кучами. Штампы, ножи скупала периодами. Вот сейчас у меня период подушек. Сейчас я накуплю все и успокоюсь. Так, подписывать буду потом. Значит, розовые. Больше у меня розовых в этот раз нет. Ну, вот мне прям надо нежных еще каких-то оттенков. Вот сильное различие. Хотя, ну, вот эти вот рядом идут. Это из одной серии от одного производителя. И видите, между ними какой разброс. Это тоже розовый, кстати. А смотрится желтым. Я использую бумагу специальную для штампинга, специально белую. Ну, вот так. Так, где у меня желтые и оранжевые? Вот желтые и оранжевые у меня оттенки какие. Вот. Мне удобно вот так картотекой хранить, чтобы я могла сразу видеть наглядно оттенки здесь или, например, соотнести их с каким-то цветом. Подойдут, не подойдут. Я пробовала в блокнотике, но в блокнотике это не так наглядно, наглядно, вообще ни в какую. Так, это моя старая подушечка. Вот. Розовую сейчас уберу. Там видно все. Надеюсь, звук тоже спишется. Удобнее вот так по 3, получается, по 12 тут у меня кружочков на выкрас. Я потом, может быть, соберу их на кольцевой механизм. Я вот тут место вставляла. Так, это цвет MD200 Тангела. Не знаю, что такое Тангела. Вот. Ну, такого тоже не было. Красивый такой апельсиновый прям. Прям цвет апельсина. Вот это вот у меня прям темнее. Это уже какая-то тыква темная, а остальные прям уже желтые и такие приглушенные оранжевые. Это хорошо. Посмотрю. Больше всего, наверное, у меня оттенков зеленого. Что в оксайдах, что в моментах. Видите, у меня сколько зеленых. У меня уже вторая пошла. Вот это вот VersaFine это тоже подушки от Momento. Тоже Цукинека. ну, один фирм, просто разные их подразделения. Разные серии подушек. Потому что они отличаются. Вот это инк. Я всегда говорю, сравниваю, что это акварель. Как акварелька мы рисуем, она такая полупрозрачная. А это как гуашь. Гуашь имеет пигмент, имеет основу какую-то белую. И поэтому вот VersaFine и похожа на оксайды. Девочки утверждают, что они оксайды не размываются на кальке. Мне кажется, это еще от кальки зависит на самом деле. Но вот по структуре VersaFine похожи на оксайды. Они вот в таком формате. У меня их только два. Я их тоже на пробу брала. Но я их больше не буду покупать, поскольку у меня есть оксайды. Я взяла просто опять же попробовать, посмотреть, что это. Вот два штучки. Две. И вот, кстати, еще серия есть Brilliance. Мне кажется, тоже похожи не на это дело, только они еще с блеском. Так, попробуем вот эти вот зеленые. Видите, у меня сколько зеленых получается? 14. Ну, это не считая оксайдов. это New Sprout MD704. У них, кстати, вот эти вот капли и большие подушки момента, вот такие, у них одинаковые названия и одинаковые артикулы. Поэтому я, наверное, предполагаю, что это одни и те же подушки, просто разный формат самой формы, да, формы, размера. Так, ну, вот такого, наверное, нет, но я не скажу, чтобы я с ним в нем сильно нуждалась. Да, вот этот очень похож, но потемнее. Ну, да, пригодится, классно, здорово. Вот, не скажу, что я уже собираю какие-то зеленые, может быть, вот такого оттенка посветлее, либо потемнее, что-то я собрала светлые, у меня уже, в принципе, все есть оттенки. Вот эти вот у меня три пересекаются, Altenew, Archival и Moment, они все три почти одинаковые у меня. Поэтому я вот подожду видео, посмотрю, потом какие-нибудь, какой-нибудь один точно куда-то продам, ну, то, что зачем мне три одинаковых. А тут разные производители, эти пересекаются. Тем, мне еще нравятся Moment, то, что они не, ну, я говорила уже, по-моему, да, в этом видео заговаривались, очень хорошо, видите, передает свет. Прям классно. Так, и второй зеленый в этот раз. Взяла зеленый уже для коллекции, потому что решила собирать вот Moment и Oxide. я собираю больше пока, Лена, больше ты никак не собираешь ведь, да? И вот этот я зря открыла, потому что он у меня есть. Блин. А я ведь смотрела. Ну, ладно, я даже, блин, ну, как за жалко, что я открыла. Если был закрытый, я бы, ну, я так, наверное, подарю. Ну, лучше подарить, когда он закрытый, нежели чем открытый, да? Хотя у нее все равно тут не герметичная упаковка. Тут все равно отверстие есть, а не то, что там не засохнет, да? Да, это он же. Ну-ка, я сейчас найду его. Вот он. Растяпа. Я ведь смотрела, перебирала свои. Может быть, я на подарок, кстати, да? Вот он у меня. Вообще один в один. Все, этот я убираю в сторонку, это пойдет на подарки девочкам. Так, с зелеными все. Что там у нас по записи? Следом, фиолетовые. Фиолетовые, вот, у меня не так много, у меня отальтынило один набор. Вот, четыре штучки фиолетовых, да, архивалы есть, и вот этот момент один. Сейчас посмотрю, пока не буду пересекаться, нет, с моими цветами. Какая-то берия, ягода, наверное, Элдер Берия, МД 507. Такая, не прям, такая жирная, такая напитанная, классная, еще ни одной сухой не приходила. Ну вот, очень похоже. Очень похоже, только вот это вот расплывается немножко в белый, как будто, а это такое остается. Не знаю, может быть, это тоже у меня уйдет, или уйдет, нет, архивал вряд ли у меня уйдет, потому, а, архивал, да, архивал, может быть, тогда и реализуют. Как раз здесь архивал лишний, здесь архивал будет лишний, чтобы у меня, потому что она система хранения, вот этих, у Яна тоже есть такая, но я не планирую их пока покупать дополнительно, они ни туда, ни сюда, ни квадратные, ни капельные, поэтому их куда-то реализовывать. Так, и вот этот вот, это у меня архивал, был набор из четырех штук, зеленый, вот, мятный, джинсовый, еще какой-то, не помню, тоже тенок. Так, это грейп джели какая-то, MD500 джели, там с большой буквы, наверное, какое-то имя. Вот, вот это классный, смотрите, вот с этим будет хорошо, и он как бы, и к этому будет здорово, именно в оттенках, и в принципе, вот раз, четыре можно собрать, да, потому что вот это альтаньюшные идут, четыре в наборе, которые у них идут. Вот эти первые три нормально, вот здесь видите, какой разброс большой между цветами. Хотя это набор, прям вот он. Вот он так продается, нет, не он. Вот, продается так для многослойного штампинга, вот он весь наборчик. Так, с фиолетовыми все, эти остаются у меня точно, вот архивал, может быть, выгляню. Дальше, дальше идут у меня синие, вот у меня синие, по-моему, только вместе с бирюзой идут. Да, все у меня по выкрасам. Надо еще в конце посмотрим открыточку от Фаны. Там, наверное, я надеюсь, где-то, ладно, сейчас посмотрю. Вот, ты есть для меня. Да, Лена, рада нашим знакомствам, вообще, не дыхляясь дальше на творчество и скраб. Не останавливайся, я на следующий 24 июня. Спасибо большое, это огромная, такая бумажка плотненькая, классная, так ровненькая. Это вот она рисовала акварель, наверное, по штампу, потому что там покой-то такой есть, и у Агиарта есть, и мне кажется, еще у какого-то производителя есть, похожие магнолии. Ну вот, привет. Прикольно. Будет меня вдохновлять. Так, синий, да, здесь, ну, давайте здесь их. Что у меня тут? Дабы, blue. Ну вот, у меня от момента два только синих, и не пересекаются. Почему я взяла тот цвет зеленый? Ведь я все делаю, прям, досконально проверяла, какие у меня есть. И все равно. О, такой он прям, ну, прям тот, что и на коробке. Красиво смотрится, ярко, сочно. На самом деле, идут сочные цвета, ну, потому что я занимаюсь многослойным штампингом, и там прям, касс, открытка, ворвиглаз, касс, ворвиглаз, да, красиво всегда эффектно смотрится. И вот такая, MD-608, парис доск, что-то такое. Так, сюда. Вот они, кстати, между собой тоже хорошо пересекаются. Кстати, оттиски, мне немножко надо им дать высохнуть в первые секунды, и они потом чуть-чуть бледнеют. Не такие насыщенные становятся. Сюда идут. И остались у меня вот серо-коричневые. Серые у меня, наверное, сюда, коричневые, наверное, сюда. Смотрите, по всем цветам прошлась я. В общем, пока, наверное, я буду охотиться еще за розовыми, красными, потому что это цветы. Цветов у меня много. Штампов. И для них хочется разные оттенки, разные. Вот. Цвета зеленых хватит пока. Хотя, может, и буду где-то для коллекции купать. Так, это у меня grey flannel. 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 902 MD902. Ну, что я вам скажу? Но нет такого. Да, он холодный, серый цвет. Да, вот это красиво так залито прям. Архивал. Да, это вот у меня новый, свежий архивал. Вот. Тоже остается с нами этот мужичок. Капелька. И последний экспресса Truffle. 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 MD808. Артикл. Вот. Коричневых инков. Видите, у меня тоже не так много. Но мне кажется, я вот здесь не сделала почему-то. у меня есть архивал из сепия. Нет, есть вот сепия, я делала. И архивал нижний. Вот этот. Почему-то он у меня, видите, какой серо-зеленый, коричнево-зеленый получился. Не очень красивый. Из момента у меня вот есть рич. Богатый кофе, какао, какао, что-то такое. Коричневый. Вообще все оттенки классно. Но это я говорю, я уже зажравшаяся скрапина. Зажравшаяся подушка ман. Столько подушек не нужно. Просто я этим сейчас болею. Я не могу покупать бумагу, которую люблю, потому что она мне не нужна. У меня уже все есть от Dreamlight. Поэтому я покупаю подушки. Подушки я тоже люблю. Так. Этот цвет больше к серому, да. Вот он очень похожий на Jet Black от Altanew. Черный, да, такой серый. Серый даже больше, чем коричневый. Наверное, я сюда тоже его как раз сделаю, чтобы у меня был здесь на этой палетке. Вот. Ну, прям тоже в один в один. Похоже очень-очень. Так, все. Видео заканчивается. Сейчас буду раскладывать красиво подушки. Давайте, наверное, здесь я выложу, поставлю видео, сниму отдельно, как красиво у меня по оттенкам разложились подушечки. Может быть, даже по цветам радуги разложу. Как это выглядит. Все сейчас подпишу и буду наслаждаться, работать со штампингом. Красота, красота. Моменто прям мой фаворит. Вот аксайды, они как гуашь такие заполненные. И Моменто, они как акварель. Они все-таки для многослойного. Аксайдам тоже много можно многослойный штампинг делать, когда у нас наслаивается цветочек элементы друг на друга, но они сохнут дольше, и они могут смешиваться цвета. Эти как-то наслаиваются друг на друга, но они как будто из-под друг друга выглядывают, а те именно как-то смешиваются. И так, и так тоже красиво, но мне больше нравится вот в формате инк, когда акварельный многослойный штампинг, что-то такое. Вообще, наверное, в арсенале те и те нужны. Ну, если есть возможность, да? Вот у меня пока есть возможность. Я покупаю и слежу, где-то, знаете, охочусь за скидками, удачными закупками, вот, и собираю себе эту такую картотеку, вот, потому что пока, пока у меня не сохнут они вот, ни аксайды, ни вот эти вот капельки от момента. Черная вот тоже я пользуюсь уже, наверное, года 2-3 ей. Не сказала. Может быть, чуть нет, тоже нормально она. Иногда почему-то у меня не пропечатывает, но может быть, просто я плохо наношу. Второй оттетк все дает. Вот. Так нормально. За стазонами не гоняюсь. Почему-то девочки так скорее-скорее хотят накупить стазонов, как будто они для пластика, как будто они постоянно печатают на пластике. Мне все время хочется спросить, а где-где у вас работа, которую вы печатаете постоянно на пластике. Потому что, ну, это один раз, не знаю, там пленку отпечатать, что-то черное на пластике, черный стазон, да. А вот остальные цвета, что вы ими печатаете, цветами? Ну, приведите мне примеры, пришлите, я посмотрю, может мне надо стазону тоже собирать. Мне еще не нравится у стазонов цветных то, что у них прям, ну, один синий, два синих, красных один-два, и все такие яркие, сочные, каких-то вот нежных оттенков я не видела, по крайней мере, просмотр, и извиняюсь перед вами, что тут хвалюсь своими покупками, упала педаль от машинки. Ну, я с вами делюсь, вам тоже для опыта, да, может быть, что-то интересное, полезное для себя подчеркнули из моего опыта покупки подушек. Столько не нужно, но, может быть, вы там только зеленые накупите, которые вам нужны для экоботанических работ, или только розовые, вы там делаете детские, девочковые работы, или вы тоже по цветам загоняете, сделаете оттенки, то есть надо понять, либо морские, мужские, вам нужны синие оттенки, ну, что-то такое. Я у себя в группе, кстати, спасибо большое, что вы сейчас остановились и поставили мне лайк, я вам просто мега благодарна, вот, за это, и у меня в группе, подписывайтесь тоже на группу, ВКонтакте, открытая группа, там я выкладываю свои вот такие вот выкрасы с конкретными подушечками, то есть у меня фотка, какой цветочек, и какие подушечки с ним, и вот я теперь хочу с момента тоже делать такие выкрасы, чтобы были одного производителя, а то у меня там разные, и та, и та, и та, естественно, никто не будет такой покупать, и неудобно, и я потом со временем от половины откажусь, а вот, когда один производитель, так удобнее. Вот, такие у меня дела, спасибо большое за просмотр, что вы со мной, что ставите лайки, комментируете, всегда рада с вами пообщаться, пока-пока.